МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 марта родились князь Лев Голицын. Последний самарский дореволюционный губернатор. Василий Зайцев, герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы, уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии. Русский государственный деятель Федор Ростопчин. По мнению французов, именно Ростопчин в 1812 году служивший московским генерал-губернатором, организовал пожар в Первопрестоне. И начал он с поджога своей усадьбы в Вороново. 23 марта 1948 года ушел из жизни Николай Бердяев. Общественный деятель, религиозный и политический философ. Автор многочисленных трудов. Семикратный номинант на Нобелевскую премию по литературе. 23 марта 1876 года русский изобретатель Павел Яблочков получил французский патент на разработку электрической свечи, которая стала называться «Лампочкой Яблочкова». Попытки изобретения «Лампочки» предпринимались еще до Яблочкова. В 1802 году русский физик-самоучка Василий Петров в своей книге «Известие о Галливане в Вольтовских опытах» описал явление электрической дуги. Основу дуги составляли два стержня, располагавшиеся горизонтально. Каждый из стержней присоединялся к разным полюсам батареи. Недостатком изобретения являлось то, что угольные стержни требовалось разводить на определенное расстояние, что было трудно осуществить технически, а вручную постоянно поправлять просто глупо. Почти через 50 лет француз Жан Фуко сконструировал автоматический регулятор света, который поддерживал необходимое расстояние между стержнями. «Темный покой довольно ясно освещен, быть может», – высокопарно заметил Фуко. Основу регулятора составлял электромагнит и часовой механизм. Но регулятор очень сильно усложнял конструкцию, и в целом изобретение оказалось пригодным лишь для иллюминации. Его впервые использовали во время оперной постановки в Париже. Первым прорыв в этой области совершил Павел Яблочков. Конструкция свечи Яблочкова была проста, как все гениальное. Ученый расположил угольные электроды не горизонтально, а вертикально. Между ними рассместил фарфоровую вставку – изоляток. При прохождении тока сквозь свечу возникала светящаяся дуга, зажигавшая стержни электроды. Для равномерного распределения освещения лампа мазывалась белой глиной – коалином, который служил как изолятор. Работоспособность лампа составляла около часа, затем она сгорала. Для умножения времени Яблочков увеличил толщину одного из угольных стержней и использовал переменный ток. Изобретатель собирался презентовать творение в США на всемирной выставке в Филадельфии, но финансы не позволили ему осуществить дорогое путешествие. Так Яблочков оказался во Франции, и его изобретение произвело фурор. Лампочками осветили знаменитый Лувр. На улицах демонтировали газовые фонари. На их место были установлены свечи Яблочкова, которые для создания более приятного освещения поместили в матовые колпаки. Изобретение инженера Яблочкова – новая эра в технике. Россия, родина электричества, русский свет. Едва ли не впервые Россия воспринималась как носительница технического прогресса, тем более в такой области, как электричество. Оно тогда воспринималось как чудо. Так, запатентовав лампочку, русский изобретатель проснулся знаменитым. И не только во Франции, и в Европе, но и в России. Тут в 1879 году Яблочков организовал компанию, называвшуюся «Товарищество электрического освещения Яблочков-изобретатель ИКО». Фирма открыла свой завод на обводном канале. На заводе ежедневно выпускали по 10 тысяч лампочек, которые раскупали как горячие пирожки. Хотя цена одной лампочки составляла 20 копеек, что не было дешевым удовольствием при максимум двух часах света. Изобретением Яблочкова заинтересовались и на морском флоте. На Кронштадтском пароходном заводе было установлено 112 штук, 48 штук на императорской яхте Леваде. Постепенно лампочки Яблочкова зажглись во всех крупных городах России. Однако, как ни странно, такого широкого распространения, как и в Европе, лампочки не получили. На дворе была русско-турецкая война, да и общая техническая отсталость страны давала о себе знать. К сожалению, вспышка русской сверхновой была недолгой. Уже в 1879 году Томас Эдисон ввел моду на лампы накаливания. Они были более экономичными. Хотя Яблочков и обвинил американца в воровстве идей его и Ладыгина, еще одного изобретателя ламп накаливания, остановить эдисоновский напор было невозможно. И все же отрадно, что именно русские первыми осветили Европу электрическим светом.